И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике и сегодня вместе с вами я бы хотел бы обсудить очень важную тему на сегодняшний момент времени, поделиться своими мыслями, ну и заставить вас задуматься об этом деле. Но перед тем как я начну рассказывать, если вам подобного рода видеоролики нравятся, где мы обсуждаем очень важные и интересные темы в нашей замечательной игре, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов, итоги которого к слову будет уже в этом месяце. По моему личному тегу, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливаете мой личный тег, тегтимп, дальше оформляете покупку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Ну а что же мы сегодня вместе с вами обсудим? Что же такого важного есть в нашей игре? Что стоит обсудить и на что сделать акцент? Да-да, это тот самый лучший танкофонд, который есть в нашей игре и сегодня я хотел бы поговорить немножко больше о нем, о том, что уже на сегодняшний день ваша задача начать копить танкоины и задуматься о том, что вам нужно иметь на своем балансе как минимум тысячу танкоинов уже к началу следующего месяца. Именно в начале следующего, а быть может в конце этого месяца стартует новый танкофонд в нашей игре и это та самая вещь, которая является приоритетной и лучшей вещью для траты танкоинов в нашей игре. И поэтому, если у вас, например, сейчас еще нету тысячи, у вас есть там, например, каких-то 700 танкоинов, там, либо еще какое-то количество, да, но, либо даже есть тысяченка, и вы сидите и думаете, а стоит ли мне, например, приобрести челлендж, стоит ли мне купить боевой пропуск и получить дополнительные награды оттуда, но потом у вас произойдет такая ситуация, что у вас просто-напросто не будет этой самой вкусной тысяченочки. И тут встает вопрос у вас, а что же лучше? Челлендж или оставить танкоины? И здесь стопроцентный, верный и грамотный совет мне для вас, это то, что если у вас нету большого количества танкоинов, у вас, например, там около тысячи, да, либо там тысяча с небольшим, либо у вас, там, условно 700 танкоинов, либо 500 танкоинов, да, ваша задача сделать из этого количества тысячу и более, да, именно столько нужно будет, чтобы приобрести хотя бы минимальный спецпак с танкофондом, за который вы сможете получить безумно большое количество дополнительных наград и тех вещей, которые вы никогда не получите с челленджа, да. С челленджа, по большей части, на сегодняшний день у вас есть возможность заработать хорошее количество кристаллов, контейнеров, дополнительных припасов, быть может, какие-то устройства, как, например, вот этот челлендж с суперсоленоидами, ну и скин. Но поверьте мне, что всех этих ресурсов в танкофонде будет значительно больше, и если сравнивать цену боевого пропуска, которая здесь является 700 танкоинов, а там тысяча, то за ту тысячу вы сможете получить намного, намного больше. И здесь разработчики делают очень грамотный и правильный акцент на то, что уже в этом месяце добавляются интересные устройства, которых нету практически у, наверное, 95, может, 97% игроков, да. Те устройства, которые были доступны лишь только в красном свечении, в ультраконтейнерах, и это те предметы, на которые игроки могут сделать акцент и реально купить боевой пропуск, да. Забыть про тот самый танкофонд, потратить танкоины сюда, и потом при выходе танкофонда вы его просто не сможете приобрести. Более чем уверен, что второй челлендж в этом месяце будет еще жестче, еще актуальнее, еще интереснее, еще больше он будет вас манить его приобрести, но, повторюсь, если у вас нету тысячи танкоинов, если ваш баланс не имеет четырехзначное число, вот здесь вот, в золотом свечении, можно так сказать, да, то при любом раскладе ваша задача сделать эту тысяченку и придержать ее до конца этого месяца, либо начала нового месяца, да. Именно в это время будет стартовать новый танкофонд, даже, наверное, я больше склоняюсь к тому, что он, может быть, даже появится в конце как раз-таки мая, да, исходя из того, что у нас было в прошлом году, скорее всего, так оно и будет, да, поэтому обязательно, обязательно задумайтесь об этом, копите танкоины, Не думайте о том, что вам нужно быстро куда-то что-то потратить, да, вам надо купить какой-нибудь там спецпак в магазине, либо купить быстро боевой пропуск и остаться с маленьким количеством танкоинов. Задумайтесь о том, как сделать максимально грамотное и качественное вложение на сегодняшний момент времени, и это только лишь одно вложение, это покупка спецпредложения с танкофандом. Это то, что при любом раскладе, любому игроку, вне зависимости от того, донатите вы в игру или не донатите, без доната у вас аккаунт или донат аккаунт, да, если без доната, то вообще. Надо максимально грамотно и качественно подходить к этому делу, но если вы донатите в проект, то в принципе просто понимаете, что тыщеночка, как минимум тыщеночка у вас должна быть на балансе, и эту тыщеночку вы грамотно, качественно потратите в нужное русло и приобретете тот самый, самый важный и нужный предмет, который будет доступен уже в ближайшее время. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы, с моей точки зрения, то, что стоит копить танкоины, стоит иметь на балансе четырехзначное число и ожидать этот танкофонд, по моему мнению, лучше, как я уже сказал, в нашей игре на сегодняшний момент времени ничего абсолютно нету, да, нету. И здесь даже не стоит вопрос сравнения там того же челленджа с танкофондом, каких-то специальных предложений с танкофондом, да, то есть эти моменты вообще абсолютно никак не стакуются и не сравниваются в принципе в нашей игре, потому что танкофонд это та вещь, которая в моем понимании всегда стоит в приоритете, да, именно та вещь, на которую всегда стоит делать акцент. И поэтому займитесь сейчас накоплением, дабы потом не было так сильно грустно, когда вы не сможете получить какой-то очень ценный предмет, какое-то, возможно, новое устройство, скин-контейнер, ультра-контейнеры, дополнительные новые скины, либо еще какие-то новые предметы, которых никогда еще не было в игре. И именно в танкофондах эти предметы чаще всего появляются, поэтому копите танкоины и не думайте тратить их на какие-то бесполезные вещи, которые по итогу абсолютно никак не окупятся. Если согласны с моей точки зрения, то обязательно поддержите данный видос лайком. Давайте постараемся его как можно больше продвинуть в массы, чтобы как можно больше игроков об этом узнало, если вдруг у кого-то, ну, до сих пор не было такого представления и понятия. Ну и также пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, согласны ли вы с моей точки зрения или нет. Если нет, то аргументируйте, напишите, будет очень интересно тоже почитать. Но у меня, друзья, на этом все. С вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!